1,5 метровый рог и 4 тонны веса. Интересные факты о сибирских единорогах, населявших Казахстан. Были времена, когда планету населяли совсем другие удивительные создания. К ним относятся разные динозавры, огромные птицы Аргентавис, сверхищники Мегалодонны и сибирские единороги. Сегодня Тингремикс со ссылкой на Паляниус предлагает вам узнать о последних, научное название которых – Элосматерии. Сибирские единороги, или Элосматерии, это доисторические непарнокопытные, родственные носорогам, которые когда-то обитали на обширных пространствах Восточной Европы, Западной Сибири и почти всей территории Казахстана. Своё латинское название Элосматериум животные получили в связи с пластинчатой склачатостью зубной эмали. В литературе их также называют горболобами из-за вздутых лобных костей. Однако самым распространенным названием является единороги, так как на найденных черепах животных между глаз есть впечатляющий костный бугор, диаметром больше 20 сантиметров, предположительно служивший основанием для единственного рога. Иногда их считают реальным прообразом мифических единорогов, от которых внешним видом они, впрочем, отличаются. Из наземных млекопитающих, живших в их времена, элосматерии уступали по размерам только мамонтам, в длину достигали более 5 метров, высоту – 2,5 метра, а вес доходил до 4-4,5 тонн. Если судить по детальной реконструкции пыля художника Романа Учителя, который является наиболее правдоподобной, у животных была густая шерсть и в изначальной реконструкции – довольно длинный рог. По словам Учителя, на это намекали размер подушки на черепе, атлант – мощный шейный отдел с остистыми отростками и пещерные рисунки. Однако художник изменил свое мнение. Есть один нюанс, который все это исключает. Тонкая пористая кость самого купола на черепе в месте крепления рога. Могла ли она удержать огромный рог? Насколько этот рог был бы крепким? Вероятно, на куполе была лишь крупная керокиновая шишка, у самцов больше, у самок меньше. А мощные остистые отростки и атлант нужны для поддержания широкой и очень тяжелой головы. На рисунках в пещерах вряд ли изображены элосматерии, формы их черепа и угол самого купола дают основание предполагать, что рог был наклонен в сторону затылка, а не вперед. Однако многие эксперты все же предполагают, что у эластометрия был длинный рог. По некоторым данным, в длину он мог достигать 1,5 метра. Как уже было отмечено выше, единороги были довольно высокими и, судя по форме черепа и строению позвонков, способными к быстрому бегу. Кроме того, большую часть времени они проводили, опустив крупную тяжелую голову к самой земле. Что касается рациона питания, необычайные зубы элосматериев говорят о том, что они приспособлены для поедания очень жестких абразивных кормов. Такие зубы не имеют корней и растут на протяжении всей жизни животного, постепенно истираясь со стороны жевательной поверхности. Однако специалисты разошлись во мнениях, что это были за корма и где они добывались. Анализ их костей показал совпадение с анализом костей сайгаков, относящихся к тому же периоду. Это может свидетельствовать о том, что животные в основном питались сухой степной травянистой растительностью, в отличие от других видов ископаемых и современных носорогов, в питании которых значительную роль играют побеги кустарников. То, что звери эти давным-давно исчезли, не оставив потомков, не вызывает сомнений. Но до недавнего времени оставался открытым вопрос, когда именно это произошло, застали ли этих животных наши непосредственные предки, люди современного вида Homo sapiens. В 2016 году сотрудник Томского университета Андрей Шпанский вместе с павлодарскими коллегами отправил на датировку в университет Белфаста в Ирландии образец кости и ласматерия, обнаруженный в Павлодарской области. Исследование, опубликованное в журнале «Американ и урналов» «Фаплет Чиенчис», показало, что ей около 26 тысяч лет. Однако у специалистов были сомнения, так как в исследуемом образце было мало коллагена и он мог содержать примеси более свежей органики, омолодившей дату. Более точное исследование и 9 других образцов было проведено в лаборатории Гранингена и Оксфорда и опубликовано в этом году в журнале «Натурия» Согласно новым данным, возраст нескольких предположительно поздних находок костей ласматериев показал, что они пережили ледниковый период, а окончательно вымерли лишь около 35 или даже 30 тысяч лет назад. И это просто удивительно, ведь по научным меркам это было совсем недавно.